ВОЗ и ныне там. Пока недовольные жители 52-го комплекса винят во всем городские власти, ЖЭК играет в кошки-мышки с председателем гаражного кооператива, свалка на обочине дороги продолжает расти. А ведь только накануне исполком рапортовал об ударных темпах борьбы со стихийными завалами мусора. За время традиционного двухмесячника экологами совместно с прессой города и его жителями было выявлено и ликвидировано 63 несационированных свалки. Однако именно эта гора отходов продолжает красоваться на обочине проспекта. 40 лет победы недалеко от здания управления экологией. Чего тут только нет. Пластиковые панели и бамперы от автомобилей, пакеты, сухая трава и даже ртутные лампы, требующие специальной утилизации, день до дня занимает все большее пространство. Тут постоянно куча есть. Тут убирают и там, и там еще. Постоянно мусор есть. Тут уже с неделю хожу так же. Не меняется. В местном ЖЭКе во всем винят расположенный неподалеку гаражный кооператив. Субботник провели, мусор вынесли. Но не на свалку, а на обочину дороги. Предписание хотела подать, но там я не нашла. Или они специально отказываются, что хозяина нет. Но хозяина я не смогла подойти. Сторожа предупредила, я говорю, вывезите мусор. Но каждый день стараемся подойти. Оказалось, что коммунальщики зря сетуют на кооператив. Если свалка – результат субботника, то ответственность за вывоз мусора за администрацию района. Скопленный мусор так и остался там лежать. Специалистами Прикамского территориального управления 28 мая выдано представление об устранении причин нарушений, допустившим захламление территории. По предписанию экологов в 52-м комплексе под контролем администрации района должны быть ликвидированы три несанкционированные свалки. Сделать это нужно в течение месяца. Правда, заметить все захламленные участки сложно. Например, у дома 53-30, где совсем недавно произошел пожар, распространиться на большую территорию огонь мог из-за оставленного мусора.